Встреча с Павлом Афониной Это рисунки сделаны за 5, 10, 20 минут. Я когда с ним ездил в командировку, в Минск мы ездили, так он мой портрет сделал всего за 20 минут. Я не мог не рисовать, говорит архитектор, когда вокруг такая натура. Афонин ушел на фронт добровольцем с художественного отделения Московского архитектурного института. Попал в саперы, причем в инженерный спецназ. Штурмовая инженерно-саперная гачинская бригада. Это саперы, которые бросали в любые, сюда, 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 из фронта на фронт. Это штаб, штаб штурмовой бригады. Это мины, кругом мины немецкие. Это разминирование. Это сапер. Историки говорят, в саперном спецназ старались набирать людей образованных. В экспозициях музея артиллерии, инженерных войск и войск связи хранится много картин и рисунков, сделанных именно офицерами-штурмовиками. Бригады быстро стали легендой, благодаря отваге и необычному виду. На некоторые операции саперы одевали стальные нагрудники. Такие до сих пор находят на местах самых тяжелых боев. Основная масса, где их встречают, это все-таки под Ленинградом. Все второй год. Это, в принципе, время создания штурмовой бригад. Он состоит из двух элементов, которые надевались поверх снаряжения. От прямого попадания он, конечно, не защитит. Но всякие касательные осклонки, это, конечно, все спасало. А это что за дырка у меня? Это вот поделожное попадание. Так сказать, вот на просвет можно посмотреть. Нам привезли эти так называемые нагрудники бронированные. Тут же выбросили. Потому что невероятно, очень тяжело бегать, скрываться. И все равно полностью не сохраняет. А это вот здоровый разведчик. Вот такие дяди были невероятные. Они успели на Одре на ту сторону перейти. Вино понесли, папиросы понесли. Профессор кафедры живописи Московского архитектурного института Владимир Атанов живет в столице. Он ушел на фронт с того же курса мархи, что и Афонин. Начал войну в дивизии московского ополчения. До сих пор удивляется, как не погиб в первых же боях. Нас встретили сначала артиллерийским, потом медомелтным, потом пулемелтным. Батальон примерно 100 человек. И когда мы дошли до этой горы, немец наверху, а мы внизу, такое дурацкое было наступление потрясающее. И мы остались человек 20. В блиндаже лежали маленькие красочки. Видно, один-девец рисовал. И я взял еще кисти краски и начал рисовать тоже. Пейзажи. Ну, иногда вот эти разрывы и так далее. Дружба двух архитекторов началась до войны и продолжается до сих пор. Мы как родные, говорят профессора. Раньше ездили друг другу в гости. Виделись каждый год. Теперь общение только по телефону. Павел. Дорогой Павел. Ага, я тебя сейчас слышу. Я рассказываю про первый бой, пока мы еще не встретились. Хорошо. Как здоровье твое? Ничего, да. Ну, нормально. Нормально. Есть твой рисунок Наташин. Наташа, когда ты рисовал Наташу, блестящий рисунок. Помнишь? Как же, может, не помнить, когда я тебе сделал портрет дочери твоей. Вот рисунок Павла Ивановича. А это Павел, да? Да. Это у меня в Зеленогорске рисовала подпись. П. Афунин, Зеленогорск, 75-й год. Друзья до сих пор удивляются, вспоминая, как в котле мировой войны трижды встретились. Случайно, на разных фронтах. Среди художников и архитекторов поздних поколений истории об этих фронтовых встречах уже стали преданием. Шеф уже старший лейтенант был, или капитан даже, 44-й год. Кровь течет, его санитары тащат, а на встречу Володя Атанов ведет своих разведчиков в сторону Выборга. Смотри, дед Павел, у него кровь, вот такой вот, кровь по лицу, по орденам. Я встретил его, обнял его. Я говорю, Павел, что? Да что ты, говорю, я говорю, тебе только вот эта дурацкая фраза, я говорю, тебе только рисовать сейчас. Я же как рисовал рейтенант. Действительно, прямо картина была такая вот, по орденам, все, кровь идет. Говорит, брось, тут шутите, здесь спирт есть, для вас всегда, Пав, Володя есть. Вот. Полстакана чистого спирта выпил, совсем другое дело. Мы сели около болота, начали вспоминать институт, как там было дура, вытащили пистолет и начали стрелять в лягушек. И поговорили, лягушки это немцы. Оба художника продолжали рисовать всю войну. Один карандашом, другой акварелью. Вернувшись домой, снова пришли в родной вуз, доучиваться. Оба закончили архитектуру институт с отличием. Жаль только, что жизнь потом нас развела, вздыхает Владимир Атанок. Надо было и мне след за другом в Ленинград ехать. Я Ленинград обожаю, просто обожаю. Я еще во многих городах был. Вот лучше нету Ленинграда и Венеции. Игорь Андрусенко, Вячеслав Раков, Артур Ахмедгалеев, Андрей Поленов, Виктория Ацвера. Программа «Итоги недели» Петербург, Москва. Не только в боях автоматом. Свою войну с немцами лейтенант Афонин чаще всего вел таким вот простым карандашом. Он служил в инженерных войсках, шел впереди армии, чертил схемы новых дорог, переправ, а в моменты затишья создавал для нас портреты войны. Их больше сотни и за каждым своя история. Многих своих родственников Елена Павловна смогла увидеть лишь благодаря рисункам отца. Профессору Павлу Ивановичу Афонину скоро 90, а еще два года назад он преподавал в военноинженерном строительном университете. Но все-таки ушел на заслуженный отдых. С тех пор дочь стала главным хранителем его здоровья и драгоценного для семьи наследства. Это все нарисовал мой отец. Рисунков, конечно, очень много. Больше ста рисунков здесь. То есть все, что человек видел, он фиксировал на бумаге. Павел Афонин попал на передовую в 23 года, едва окончив институт. Сразу оказался на раскаленном центральном фронте. Уже шел 43-й, два года в стране царила смерть, лилась кровь. Десятки городов были оккупированы, миллионы погибших, миллионы осиротевших людей. Художник в перерывах между сражениями рисовал всех, кто был еще жив. Когда только освободили какой-то город, это где-то около Луги, я так помню, эти ребята, они скрывались под землей где-то. Это в каких-то укрытиях были. И когда ушли немцы и наши взяли этот город, вот этот мальчик оборванный весь, совершенно, как сказать, голодный. Вот эти ребята вылезли из этих укрытий, и вот отец моментально взял карандаш и вот зарисовал этого мальчика. Самый ценный для меня – это вот рисунок вот этого удивительно красивого мужчины. Это Вахтан Кандалаки, военный врач, который и папу спас после ранения. И вот этот человек, который, помимо того, что он друг был, он после моего рождения в 44-м году, он стал моим крестным отцом. Я его никогда не видела, он умер сразу после войны. Но вот по портрету, поэтому я вот знаю, кто у меня крестный отец. С винтовкой, блокнотом и карандашом Павел Афонин защитил Москву, Ленинград, освободил Эстонию, Белоруссию, Польшу, дошел до Берлина. И на Рейхстаге он тоже оставил свое имя.